В первую очередь хочу обратиться к жителям Российской Федерации, кто меня сейчас смотрит. Люди, хочу донести до вас, что у нас здесь происходит. У меня в стране началась война. Давно ли земля содрогалась во время Второй мировой войны от немецких снарядов? Сейчас это же происходит от российских ракет. Кто бы мог подумать, что Россия вторнется, как немецкие захватчики в 41-м на территорию Украины и будут убивать жителей моей страны. Это не поддается никакому просто логическому объяснению и я до сих пор не могу понять. Уже вторые сутки идет полномасштабная агрессия со стороны России. То, что они вам рассказывают по телевизорам, пропагандистские программы, абсолютно все не так. Это не защита Донбасса от хунты. Тут нет никакой хунты. Это обычная европейская страна, где люди живут и не думают о войне. Сейчас же идут полномасштабные бои по всей Украине. Харьков берут в клещи. В Сумах на улице идут бои. Херсон атакован. В Киев идет колонна на подступах в Гастомеле. Бои не прекращаются уже вторые сутки. То есть это не Донбасс. Это центральная Украина, которую атакуют вражеские войска. Мне непонятна логика этого фюрера, у которого каша в голове с имперскими амбициями. Я не понимаю, почему это происходит. Не верьте пропагандистам. Пожалуйста, это не только наша война. Это касается всех. Выходите на улицу. Выражайте свой протест любыми методами. Это не должно происходить. Люди не должны гибнуть. Очень много погибших. Дети, старики, гражданские. О военных я даже не говорю. Наши защитники защищают свою землю. И будут ее защищать до последнего вздоха. Потому что это наша земля. И тот, кто пришел с оружием на нашу землю, это не гость. Это враг, который хочет нашей смерти. И мы будем бороться до последнего. Не слушайте кремлевских пропагандистов. Не смотрите телевизор. Вам никогда не покажут, какие ужасы происходят на войне. Смотрите телеграм-каналы. Ссылки я оставлю в описании. Там простые люди показывают и рассказывают, что вообще происходит у нас в Украине. Продолжение следует.